Итак, добрый день, дорогие YouTube зрители. В общем, решил я поиграть в Uncharted на ПК. Скачал, установил. Ребят, сразу говорю, это кинцо. Это кино. Это больше кино, чем игра. Здесь в основном ты просто смотришь, действительно. Большую часть времени, наверное, процентов 40, ты просто смотришь заставки. Это кино. За место кино. Давайте сразу начнем сюжета. Это, короче, есть, были, сидели на зоне три друга, воры. Они грабили там всякие сокровища, типа Лары Крофт. Один остался в тюрьме, другой ушел жить на гражданку. Там жена, все дела. Потом вдруг вернулся к ним. Был у них злой партнер, злодей. Вот их было трое. С тюрьмы они не смогли убежать все втроем. Брат остался у них в тюрьме. Потом брат однажды явился, говорит, нужно, типа, его освободил какой-то там босс мексиканский или, короче, какой-то латиноамериканский. И сказал, что ты мне доставишь, то есть он из тюрьмы. Вот чего тот босс латиноамериканский говорит, ты мне доставишь сокровища, а я тебя, типа, отпущу и ничего с тобой делать не буду. Вот, наш герой какой-то ловец грузов, как, короче, он вытаскивает грузы со дна, работает. Вот, и, ну, он соглашается, они с братом еще с каким-то чуваком летят. Жену он обманывает, что он едет по работе. Потом, короче, жена его находит. В итоге там, они в итоге находят сокровище. Короче, это сокровище они находят. И в итоге оказывается так, что главный герой убивает главного злодея. И в итоге они все сваливают, так и не достав сокровища. Но потом, уйдя, они выкупают эту компанию, его жена. И, короче, они находят сокровища. И, короче, хаппи-энд. Короче, в итоге они все равно так и так находят сокровища. Вот, что мне не понравилось. Не понравилась стрельба. Абсолютно беспонтовая приставочная стрельба. Никакого удовольствия от стрельбы я здесь не получил. Вот, типичная консольная хрень. Однокнопочный паркур. То есть, каким однокнопочным? Просто нажимаешь на кнопку и цепляешься. Я не знаю, ребят. Мне, вот, честно... Ладно, в конце я это скажу. То есть, однокнопочный паркур. Что еще не понравилось? В принципе, ну, наверное, все. То есть, вот сама механика, да, паркур вот этот вот однокнопочный. И еще не понравилось то, что есть подсказки. То есть, когда ты, допустим, что-то не понимаешь, делал, и тебе через некоторое время выскакивают эти подсказки. Типа, нажмите, чтобы игра вам подсказала, что вам делать. Или, допустим, от той же Лары Крофт, где, ну, ты сам должен был догадаться, куда цепляться. Здесь все места, они обозначены маркером. То есть, куда цепляться. То есть, есть такие моменты, что, допустим, да, главный герой лезет по охрене на крутой скале. Я понимаю, что все это игровые, ребят, условности. Но вот он лезет по крутой скале. И там есть настолько мелкие выступы, что за них, я не знаю, даже Человек-паук, наверное, не уцепится. Не то, что обычный человек. Вот. Героям почему-то всегда везет. Они всегда находят выходы из нужной ситуации. То есть, какие-то, ну, ну, короче, это кинцо. То есть, все. То есть, в принципе, что говорит про кинцо? Что понравилось? Мне понравилось, во-первых, это сама игра, как она прорисована. То есть, актеры, вот прям вот, да, когда смотришь заставки, актеры прям играют, да. И вот эта мимика лица, да, вот мы видим, там есть баба, афроамериканка, которая бьет мужиков. Ни один мужик не сможет с ней справиться. Даже два мужика не могут с ней справиться. Но это типичная игра от Sony. Ничего нового, в принципе. Мужики ни хрена не могут, а баба всех бьет. Вот. Что понравилось? То есть, понравилось именно актерская игра, да, эмоции, которые выражает. Нет, такое вполне может быть, я не спорю. Баба может быть, если она подготовлена военная, то она может вполне дать люлей, да, мужику. То есть, я ничего не говорю, я не против, я ничего не говорю. Такое может быть, я не спорю. Вот. Итак, что вот именно понравилась компьютерная графика, актерская игра, как играют актеры, да, вот как вот именно прям мимика на лице прорисована. То есть, всем там мельчайшие детали, морщины, прям все, то есть, все видно, все прям, ну, это прям хорошо, да, то есть. Ну, это мне понравилось, то, что вот прям, я, ребят, я не могу сравнивать, вообще я бы поставил 3,5 из 5 этой игре, ребят, я не могу сравнивать, потому что я не играл в Лару Крофт. То есть, для меня, как чувака, который играет в первый раз в такую игру такого жанра, я не могу ее сравнивать. Если бы я играл в Лару Крофт, допустим, я, возможно, возможно, поставил бы другую оценку. Вот. Стрельба там, да, стрельба там вообще полная беспонтовщина, никакой, никакого удовольствия, да, банально какая-то, я не знаю, шут, консольная стрельба, вообще, вообще полный беспонт. Я даже не знаю, как объяснить, да. И, причем, ребят, да, вот есть, они, эта игра похожа на God of War чем-то, на Far Cry первой чем-то похожей, да. Ну, то есть, на Last of Us, как я вижу, она чем-то тоже похожа. Ну, короче, ребят, типичная, типичная игра от компании Sony. Вот. Почему, смотрите, есть ли в God of War, там тоже были выступы, в котором Кратос мог лазить, и тоже эти выступы были отмечены, ну, этим, каким-то желтым знаком. Здесь же то же самое, то есть, есть выступы, они отмечены белым, белым знаком, и по ним можно прыгать, как бы, да. И, если в God of War я мог понять, потому что там, как бы, главный герой, он полубог, да, у него в руках такая сила, и он там спокойно лазил. Но здесь герой цепляется за такие, действительно, выступы, что сам Человек-паук бы за... не смог бы схватиться за эти выступы. То есть, и причем он может висеть бесконечно, как я понял, на них. То есть, они могли бы в игру добавить так, чтобы он говорил, блин, я долго так не провешу. То есть, он бы хотя бы как-то, ну, ограничивал себя в плане того, что он висит долго, то есть, да. Так же подсказывает, куда прыгать, ну, тоже могли бы сделать, чтобы игрок хотя бы сам головой думал, куда и как прыгать. Не отмечал бы вот эту херню, он бы хотя бы сам, это было бы намного. Возможно, есть такая опция, но, я не знаю, я играл на чуть выше легкого, и, я не знаю, вот, хотя бы сделали такую опцию, чтобы выключать вот эту функцию, чтобы подсказки были, или видно, куда было прыгать. Вот, сама по себе игра, ребят, это не игра, это кино, это интерактивное кино, потому что, как таковое, мне показалось, что игры там практически нет. Там, в основном, прыгание, чуть-чуть стрельбы, ну, и стелс, конечно, в кустах, да, как без этого. Что еще из минусов? Из минусов вылеты, ребят. У меня игра вылетела, наверное, раз 30, ну, как, точно, как минимум, раз 30 вылетела. Вот. Что из плюсов? Плюсов оптимизации, наверное, скорее всего, да? То есть, у меня игра, я прям все на ультрах выставлял, Full HD, у меня игра на ультрах работала где-то в районе от 40, даже, ну, короче, от 40 где-то до, короче, у меня средняя числа кадров была 51 кадров в секунду. То есть, заставку у меня было стабильно 60, а вот где, где больше растительности, да, где там больше народа, она там провисала до, ну, не критично, да, там, до 45, до 48, то есть, ниже и не опускалась. Да, это такой, ребят, такой экшен, экшен-игра такая, который прошел, забыл. Возвращаться в нее абсолютно не хочется, не хочется даже ее пройти. То есть, это вот такое кино, которое посмотрел и все, и забыл. Да, конечно, вот из плюсов, опять же, постановочные, постановочные сцены, кат-сцент, да, как их называют, они очень хорошо проработаны. Лицевая анимация у персонажей хорошо, стрельба беспонтовая. В целом, игра, да, заслужит внимания, можно ее поиграть ради сюжета, да, я играл в основном просто ради сюжета, интересно, что там просто будет дальше. Не ради самой игры, не то, чтобы получать процесс от удовольствия, процесс, то есть, не то, чтобы получать удовольствие от игры, а просто ради того, чтобы узнать сюжет, потому что я смотрел его как кино. И еще у меня один вопрос, главный к дочке этой пары, Нейтана, да, и вот его жены. Ну, сейчас вы все дальше увидите, ребят. Итак, ребят, ваше внимание я представляю лицо главного героя и его жены. Посмотрите на их носы, посмотрите на их лица. Нормально красивый мужик и очень красивая, симпатичная девушка, женщина. Вот, и к чему вы спросите, я... Это, то есть, вы видите финал игры, вот. И к чему я обратил внимание на их лица. В общем, в конце, в эпилоге у них появится дочка, они уже там постареют. И вы просто посмотрите на ее дочку. Вопрос. Ребят, вопрос. Вот посмотрите на их носы, они нормально аккуратные носы. Ребят, вопрос. Мы знаем, что такое генетика. Генетика это когда признаки родителей передаются по наследству. Теперь посмотрите на ее шнобель. Что у нее со шнобель? Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно. Если, ребят, у меня большой нос, да, как бы... У меня у родителей, у одного из родителей большой нос, то как бы естественно, что это все передалось по наследству. Но тут соседу она, по-моему, с соседом изменила ему. Посмотрите. Посмотрите на ее нос. Что у нее с носом? У нее у родителей нет такого носа ни у кого. Теперь у меня вопрос к ее голове. Посмотрите ее голову и пропорции туловища. Почему ее голова такая большая, а плечи такие узкие? Почему у нее такие руки здоровые? Дети в таком возрасте, ну, редко таким бывает. Почему у нее такие... Она что, занимается? Она бодибилдер. Я не знаю, она чем-то занимается. Посмотрите на ее лицо. Посмотрите на ее нос. Что случилось у нее? Смотрите на ее родителей. Они красивые. Ну, она красивая, да, я не спорю. Она нормальный, симпатичный ребенок. Но что с ее носом? У нее нос... Ну, посмотрите у него нос. Посмотрите у нее нос. Ни у кого нет такого носа. Что курили разработчики, когда создавали дочку этого? Ради феминизма? Ради того, чтобы феминистки не возражались? Почему показывают красивых девочек? Ну, у меня, ребят, других причин нет. Почему, смотрите, у нее руки... Блядь, даже у меня в таком возрасте не было таких рук. Я имею в виду, почему у нее голова такая большая относительно плеч. Как-то непропорционально выглядит, ребят. Это вот с этого ракурса, да, может быть и непропорционально, но со спины такое чувство, что вот у нее голова в полтуловище. Посмотрите на ее лицо. Ну, она явно, может быть, чуть-чуть похожа на мать, но на отца она вообще не похожа. Но у меня вопрос, что разработчики сделали с носом этой девушки? Почему он такой большой? Вот, посмотрите на носы его родителей, ее родителей. Ну, это был самый момент... Понимаете, во всей игре я играл, и ничему не удивлялся. Там предательство. Женщина, которая бьет мужиков, я не удивлялся. Ну, это вполне привычно, но тут мне показали в конце такое, что я просто охуел. Ну, это что? Ну, 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 ну это, ну, они могли как-то поменьше, что ли, его сделать. У родителей же нет таких носов. Ладно, ребят, я, по-моему, зациклся на этом. Короче, ребят, игра проходная, на один вечер попробуют забыть. Ладно, все, всем спасибо и пока.